Да, Тань, спасибо тебе большое. Мы тему искусства продолжим. Вот прошлое и будущее архитектуры встретятся в Манеже. Там завтра откроется масштабный фестиваль «Архитектон». Как будут выглядеть города конца 21 века? Пофантазировать на эту тему уже можно сейчас. Юля Честакова выходит на прямую связь со студией. Юля, привет! Доброе утро! Доброе утро, друзья! Мы на площади перед Манежем. Здесь буквально, в смысле слова, можно пройти сквозь архитектурные стили и эпохи. Сделать это легко на этой площади перед самим музеем. Давайте спросим, что же это за конструкция у пиар-директора фестиваля, который вот-вот откроется в Петербурге. Татьяна Немировская. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! И мы сейчас действительно на площади перед Манежем. И здесь установлены архитектоны. Что же это? Фестиваль называется наш так же. И это термин, который придумал Казимир Малевич уже почти сто лет назад. Архитектон — это такая чистая архитектурная форма, чистая идея архитектуры, символ архитектуры. И здесь мы видим работу молодых архитекторов Петербурга, которые получили задачу представить свои архитектоны, представить свое ощущение будущего, свой символ архитектуры будущего. Архитектуры Петербурга будущего. И здесь мы их наблюдаем. Да, использованы абсолютно разные в этих архитектонах материалы, но мы говорим о связи поколений, поэтому, конечно же, на этой выставке, импровизированной на улице, пляшем буквально в смысле слова от печки. Она здесь тоже представлена. Вот он, наш родной деревянный сруб. И получается, что печка, которая была задолго до Казимира Малевича, задолго до супрематизма и термина архитектон, тоже архитектон. Конечно, это часть архитектурного кода, это часть точек, от которой мы начинаем мыслить. И ее нельзя исключить из будущего. И здесь мы видим разные формы, разные материалы. И это много конструкций, которые устремлены ввысь, которые помогают нам выстроить диалог. Татьяна, а давайте расскажем, что можно будет увидеть в рамках фестиваля на выставке, который уже завтра открывается в самом Манеже. Да, выставка представит современное бюро Петербурга, архитектурное, и то, что они делают. То есть вся современная архитектура Петербурга соберется в одном месте, и ее можно будет посмотреть. Так она рассредоточена по городу. А здесь можно будет увидеть, что же происходит в современной архитектуре Петербурга. И не только увидеть, но и поговорить об этом. Потому что большая часть программы фестиваля — это форум, которых, собственно, не хватает. Для Петербурга архитектура — это очень важный код. И вот, собственно, то, чего не хватает, — это диалога между архитекторами, бизнесом, горожанами. О том, какая будет архитектура, что делать с существующей, градозащитниками. И вот это будет место, где можно будет об этом открыто поговорить. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо еще, друзья. Напомню, что здесь откроется в рамках этой выставки кабинет архитектора. То есть мы сможем залезть в голову современных петербургских архитекторов, понять вообще, как они представляют город, как он будет развиваться, и как все это создается. Уникальный кабинет всех архитекторов Петербурга здесь, на выставке в Манеже, уже с завтрашнего дня можно будет посетить. Юль, спасибо. Спасибо твоей собеседнице.